Здравствуйте, меня зовут Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. В этом видео мы продемонстрируем промежуточные результаты монтажа гибкой черепицы в рамках акции Катыпал дарит весну. Подробно расскажем, как утеплить кровлю, как правильно смонтировать гидроизоляцию и какую гидроизоляцию, как сделать правильный монтаж контрабрешетки, монтаж шаговой обрешетки, монтаж фанеры для гибкой черепицы и подкладочного ковра. Акция стартовала весной, но на дворе уже жаркое лето. И теперь пришло время отчитаться перед нашими подписчиками о проделанной работе. Итак, погнали! Как назло закончились солнечные теплые дни. Как только мы вскрыли крышу, сразу появились облака и молнии. Мастера начали работы с демонтажа старого кровельного покрытия, а именно металлочерепицы. Вскрыв крышу, мы обнаружили целый ряд существенных недостатков. Под этой кровлей проживает семья. И мы не допустим, чтобы затопило внутреннее помещение. После каждого рабочего дня мастера накрывают специальными тентами. Начали демонтаж мы как раз с башенки. Сейчас производим монтаж вот этой юбочки для того, чтобы увеличить карнизные свесы. Полезем наверх. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Ну это вы поспешили. Ржавчина почему? Нужно, чтобы труба из котла проходила насквозь флюгарки, а иначе пар вот этот бьет зимой и сосульки висят со всех сторон. Еще обратил внимание, полезу туда, проинспектирую. Что-то там невероятное. Вот здесь тоже происходят все протечки, сколько листвы. Вот они как раз тормозят воду, которая сливается сверху и течет мимо. Вода стоит до сих пор. Вижу отдельных саморезов. Та и нет. Вот нет самореза. Видно куски гидроизола. Вот это, конечно, грубейшая ошибка архитектурная. Таких узлов, карманов лучше избегать на кровле. Это просто люди делают себе геморрой. Ради какой-то сомнительной красоты. Сейчас наши сотрудники производят демонтаж старой кровли. Обход дымоходной трубы произведен под листами. Вот зазоры между листами и металлочерепицей, он заполнится льдом и так далее. Может переливаться через край. Как работала эта обшивка дымохода? Вода оставляет потоки, вот припавшая пыль под металлом. Благо то, что гидроизоляция еще выводила за край. Это мы исправили. Внутренний фартук дымохода. Разрезы даже не загерметизированы. Следы воды видно. Вот это все наследие нулевых. Вот эту виниловую вагоночку мы будем менять. Обошьем дымоход заново фасадными панелями под дикий камень. Ну, вот так хочет наш клиент. Пластиковую водосточную систему мы будем менять на металлическую. Пластиковая водосточка, это не серьезно, по моему мнению. Дядь Юр, на, на дачу тебе. После демонтажа старого кровельного покрытия и обрешеток мы приступили к доутеплению кровельного пирога. Поскольку старое утепление не соответствует нашим климатическим условиям. Мы добавили базальтовые плиты и утепление по всей площади кровли. После дополнительного утепления мы приступили к монтажу гидролизационной мембраны Катэпал Вент Бэйс Голд. Это трехслойная супер диффузионная мембрана, которую можно монтировать прям поверх утепления. Эту мембрану Катэпал начал производить совсем недавно. И самая первая поставка этой продукции в Россию пришлась как раз на наш объект. Трехслойная диффузионная мембрана Катэпал обладает повышенной прочностью и хорошей паропроницаемостью. Наконец-то прибыл долгожданный Катэпал Форте. И вот новинка, друзья. Это гидролизационная мембрана. Выпускается под брендом Катэпал. Как мне сказали, новинка в России. И мы сейчас будем опробовать на объекте. Материал практически не рвется. А я-то в своей жизни поддержал гидролизационных мембран достаточно. Поверьте мне, есть чем сравнить. По всем внешним признакам достойна гидроизоляция. Но нахваливать не в моих правилах. Посмотрим, как она будет в действии. Это гидролизационная мембрана. Ее можно расстилать прям на теплоизационный слой. То есть не требует дополнительного проветривания между утеплением и мембраной. Задача гидролизационной мембраны состоит в том, чтобы не пропустить в воду и влагу в кровельный пирог, в утеплитель. И наоборот, выпустить водяной пар в атмосферу. Ксения, у меня есть к вам несколько вопросов. Что это такое? Я лично держу впервые эту гидроизоляцию в руках. В этом году Катэпал выпустил новый вид материалов. Это гидроизоляционный и пароизоляционный материалы. Теперь все комплектующие Катэпал работают комплексно. Это наиболее удобно. Почему должны мы сделать акцент на вашу мембрану? Чем она лучше? Это трехслойная мембрана, которая действительно выдерживает. И я уверена и даю гарантию, что данный вид продукции выдержит все параметры, которые заявлены здесь в технической карте. За этим объектом мы будем следить в течение долгого времени. И я буду на связи с нашим клиентом и держать вас в курсе. Спасибо, Ксения. Спасибо, Алексей. Если вы собрались произвести самостоятельно монтаж гибкой черепицы, то как вы думаете, с чего лучше начать? Правильно, с изучения подробной инструкции производителя. Монтаж гидроизоляционной мембраны. Ее нужно монтировать в натяжку. Крепится она скобами по стропилам. Проклеиваем двухсторонним скотчем капельнику конденсата, который намонтируется на фронтонной части. Стыки гидроизоляции нужно обязательно проклеивать двусторонним скотчем. Вентиляция, естественно, происходит приток воздуха снизу, выход на коньке. Холодный воздух может подхлопывать под гидроизоляцию, и там будет конденсировать. После диффузионной мембраны мы приступили к монтажу контрабрешетки. Мы используем брусок с сечением 50 на 50 миллиметров. Контрабрешетка – важный элемент в кроельном пироге. Мансардной кровли. Она отвечает за вентиляцию кровельного пространства. Именно в контрабрешетке происходит ход потока воздуха и вентиляции. Плоскость прилегания контрабрешетки со стропильной ногой мы проклеили специальной уплотнительной лентой. Эта уплотнительная лента позволит нивелировать отрицательный эффект от пробоя гвоздями гидроизоляционной мембраны. Неизбежно мы крепим обрешетку, значит, протыкаем гидроизоляцию. И вот мы видим в последующем конденсат, либо какая-то влага попадет. Как раз протечки случаются в местах порыва гвоздями вот этих отверстий, чтобы четко вода, либо появившийся конденсат спускались вниз и благополучно скапывали на капельнике конденсата. Проникновение какой-либо влаги во внутрь кровельного пирога полностью исключается. Причем в данном виде гидроизоляционная мембрана может выдерживать дождевую нагрузку. И не надо накрывать дополнительно укрытым материалом кровлю в ходе производства работы. Затем мы приступили к монтажу шаговой обрешетки, которую мы монтировали из доски 25 на 150, так называемой дюймовки. При монтаже обрешетки под гибкую черепицу нужно выверять и рассчитывать определенный шаг обрешетки, чтобы фанера, стыки фанеры стыковались на самой доске. Ширина листа фанеры 1,25 м. Вот крайняя доска, посередине две доски и стыкуется на доске. Стык двух листов фанеры должен быть ровно по центру доски. Рассчитана обрешетка таким образом, что лист фанеры кладется, стыкуется с последующим на середине доски. По центру расположены две дополнительные доски, это разгружает наш фанеру, распределена нагрузка по скату таким образом. Все ровно, стыки подогнаны. Приобретаем пиломатериал 25 на 100 в качестве обрешетки. Антисептируем био-огневая защита из сенеж. Кровля будет стоять 30 лет 40. Обрешетку пиломатериал лучше обработать, чтобы продлить жизнь несущим конструкциям. Пиломатериал попадается обзолистый, но это допустимо. Обязательно весь обзол кору надо счищать топориком. Как раз эту среду под корой любят короед и прочие насекомые. Превращают ваше дерево в пыль со временем. При монтаже обрешетки необходимо окончательно выровнять все плоскости кровли по шнурке. Мы используем специальные клинья, это очень удобно. Выравнивание кровли помогает избежать провала и выпуклости на кровле. Перепады вот на данной кровле составляли до 5 сантиметров. Поэтому обрешетка, она уже является финишной частью, на которую пойдет фанера, должна быть идеально ровная. На торце устанавливается лобовая доска, обязательно в уровень, потом легче регулировать водостоки. Позволь коллега. Вот так. Крепление лучше производить на саморезы. Всегда саморез можно открутить и отрегулировать. 300 миллиметров был вынос, а сейчас стал 750 миллиметров. Добавили 450 миллиметров. Здесь будет брусок, обрешетка и фанера. Кровля поднимется практически на сантиметров 10. И в этом углу будет преломление. Я у тебя вот что там? Ты не видел. А, ты не видел. Вась, ты слышишь меня? Ты понял, да, о чем я говорю? Юбочку мало подняли. Надо еще выше на 150 миллиметров. Ребята взяли на себя ответственность и тут же получили от меня втык. Потому что решение принимаю я. Даже на 2 сантиметра оно будет переделывать. В этом месте вот произошли такие изменения. Здесь так называемый снеговой карман. Самые главные протечки были здесь. Этот скат нам пришлось поднять на целый метр. Угол наклона изменился. Появилось место для схода снега и воде. Мы постелим подкладочные ковры в два слоя. В этом месте вода стоять больше не будет. Далее на обрешетку монтируется влагостойкая фанера ОСБ. Перед монтажом фанеры обязательно нужно провести работы по удалению опилок и древесной пыли с полотна гидравитационной мембраны. Продуть ветродуем, удалить вот эти вот опилки и наличие пыли и опилок строительных. Кровельная мембрана Катепал Вент Бейс Гол. Это высокотехнологичный полипропиленовый материал из микропористой пленки. Древесная пыль может нарушить нормальную работу гидравитационной мембраны. Для этого используется строительный ветродуй. Но если у вас его нет, то можно использовать обычную метелку с мягким, но плотным ворсом. Или кто? Юрий будет дуть? Давай, дядя Юр! На данном объекте мы используем фанеру толщиной 12 мм. И фанера должна быть, внимание, обязательно влагостойкой. Обычная фанера у вас расслоится и кровля придет в негодность. Экономить в данном случае недопустимо. Выйдет дороже. При монтаже фанеры нужно учитывать следующее. Зазоры оставляйте обязательно. Потому что от нагрева нагревается фанера, от влажности расширяется. Пиломатериал играет и какие-то волдыри появляются. Листы у нас фанеры метр двадцать пять на два с половиной. Большой лист. По опыту я вам скажу, мы ее делим пополам. Фанера все-таки древесно-стружечная. Имеет свойство вбирать себе влагу, расширяться при влаге и так далее. Хоть и появятся дополнительные швы, но снимет нагрузку на конструкцию. Там терраса внизу как бы входит под дом. Это было две разные кровли. Было неудобно. Сейчас мы это объединили. Сталось там небольшие доработки. И на семигранном куполе появилась юбочка. Согласитесь, это смотрится гораздо лучше. Далее на фанеру монтируется подкладочный ковер КТПА. На крутых скатах кровли можно обойтись без подкладочного ковра. Но на данном объекте мы решили использовать ковер целиком на площади кровли. Это позволит соблюсти все гарантийные требования производителя. И наш заказчик не будет испытывать проблемы с кровлей на протяжении как минимум 30 лет. В основе подкладочного ковра содержится нетканный стеклохолст, обеспечивающий прочность и стабильность на многократный изгиб. Он покрыт СБС модифицированным битумом. То есть этот ковер очень эластичен и не подвержен деформации от температурных колебаний. СБС модифицированный битум способен пережить несколько тысяч переходов через ноль. Край подкладочного ковра снабжен самоклеящим слоем для фиксации без гвоздей. Ковер можно расстилать параллельно к карнизу, либо под прямым углом. Но в нашем случае в связи с острым углом кровли удобнее монтировать по вертикали. Следить нужно за хорошим натяжением при монтаже, чтобы не было каких-то волдырей, складок. Монтировать гвоздями нужно только с одной стороны. Растягиваете от конька подкладочный ковер, он под своим весом вытягивается хорошо. И с одной стороны монтируете гвоздями. Следующий слой просто клеите, прикрывая эти гвозди. Еще можно подклеивать клеем КЛ+. И так далее. Гвоздей на поверхности быть не должно. И получится идеально без волдырей и складок. Начинать монтаж нужно от яндовых. Жека! Крофт-монтаж! Навсегда! Обед! 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 Благодарю со своей семьей за то, что есть у меня теперь крыша над головой. Благодаря вашим урокам. Вам ваш бар на вашу компанию. Вот подписчик презентовал. Просто подъехал. Знакомый нашего клиента. Говорит, тоже по моим руководствам компании Крофт-монтаж строил себе кровлю. Посмотрел. Спасибо большое. Приехал, просто презентовал, пожал мне руку. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Мы показали подробно, какие работы мы производим. И очередность, правильность работы. Далее мы продолжим освещать работы на этом объекте. В следующей серии будет непосредственно монтаж гибкой черепицы и комплектующих. Оставайтесь с нами, следите за нашими выпусками. Лайки и подписки приветствуются. С вами был Мороз Алексей, компания Крофт-монтаж. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok